Нас ждет здесь сказка добрая, чудесный, яркий мир, где звезды зажигаются, как только захотим. Современные программы развития детей дошкольного возраста предусматривают различные виды стимулирующего воздействия. К ним относится и так называемая сенсорная комната, помещение, в котором располагаются модули расслабляющего и активизирующего характера. Они создают комфортную обстановку и вызывают положительные эмоционально-моторные реакции у ребенка. Особенность такой комнаты – волшебные и сказочные эффекты, объемных предметов, света и звука, ощущений и ароматов, успокаивающая музыка. С помощью ее мы можем добиться таких результатов, как снижение тревоги, агрессивности, переутомляемости физической и умственной. Дети расслабляются, радуются. И для этого у нас теперь появились такие вот, как пузырьково-воздушная колба, сухой бассейн, безеборы, прожектор с дисками разноцветными. И благодаря этому мы будем заниматься с детьми. Космическая тематика была выбрана не случайно. Во-первых, огоньки и фонарики сами по себе напоминают звезды. А во-вторых, эта тема близка малышам. Мы очень много лет участвуем в конкурсе «Мы гагаринцы». Дети у нас космическую систему изучают. На эту космическую тематику работают. И поэтому вопрос стал, мы решили взять космос. На сегодняшний день очень много у нас информации, очень много детей с гаджетами сидят. И для того, чтобы они расслаблялись и приходили в норму, нам она просто необходима. Сенсорная комната появилась в детском саду номер 23 благодаря программе «Реальные дела» партии «Единая Россия», в рамках которой в этом году в городе реализовали 12 проектов на сумму 3,5 миллиона рублей. Вообще «Реальные дела» – это излюбленный проект системы образования. Вот в этом году у нас многие детские сады и школы города участвовали в данном проекте и оснащали свою материально-техническую базу. Мы также принимаем заявки на следующий год, поэтому, пожалуйста, приносите свои проекты, мы их рассмотрим и вместе с комиссией примем решение. Сенсорные комнаты для детского сада – это действительно современный обучающий инструмент, который при правильном обращении может решать множество вопросов, в том числе и достаточно серьезных. Татьяна Степанцова, Иван Татауров, телекомпания «Салават».